В эфире информационная программа День города в студии Ирины Ковалёва. Здравствуйте! О самых заметных событиях этого понедельника вам готовы рассказать мои коллеги, журналисты телекомпании «Город». Вот некоторые темы выпуска. Опасно для жизни. Жильцы одного из домов в центре Касимова бьют тревогу. В десятки лидеров Рязань признана одним из самых грязных городов России. Грязь, экстрим и море эмоций в Рязанской области прошли гонки кинзадза. Жители одного из домов в центре Касимова оказались в безвыходной ситуации. Их квартиры уже давно непригодны для жилья. Но несмотря на то, что дом признан аварийным, семьи все так же каждый день подвергают своей жизни опасности. Подробности в материале наших касимовских коллег. Дыры в стене, покосившиеся оконные рамы, грибы на трубах и полное ощущение безнадежности. Многодетная семья вынуждена была жить в подобном отду до ноября прошлого года. Если думаете, что зимой им помогли городские власти, вы глубоко ошибаетесь. Семье пришлось снимать жилье, да еще параллельно платить за коммунальные услуги в этой нежилой квартире. А это на секундочку 6,5-7 тысяч рублей в месяц. Здесь вы проживаете невыносимо из-за того, что зимой здесь очень холодно. А в данный момент здесь, когда идут дожди, все льет с потолка. И стена, видите, какая вся гнилая. Ужасно. Уже обращались неоднократно в управляющую компанию и к нашему главе администрации. Нам все обещают, обещают. Этот дом еще до революционной постройки. Первоначально здесь жил видный Касимовский купец. После 17-го года по этому адресу значилась автошкола. В 50-е здание сгорело и его вновь отстраивали студенты, переделав в общежитие. В 21-м веке жизнь здесь стала сложна. И в далеком уже, в 2002-м году, граждане инициировали экспертизу состояния дома. Износ несущих конструкций составил 50%. Но уже в 2010-м году жители обратились в администрацию с просьбой создать комиссию и признать дом аварийным. Копии документов у жильцов имеются. И датированы они 16 декабря 2010-го года. Вот отметка об этом администрации. Спустя каких-то 13 месяцев жителям пришел ответ, что в первом квартале 2012-го года пройдут работы по признанию их дома аварийным. Но только здесь указана дата обращения 16 декабря 2011-го года. В первоисточнике мы видим 10-й год. Странно? Не находите? 18 мая 2012-го года межведомственная комиссия признала дом аварийным и непригодным для жилья. Минуло 5 лет и пару месяцев, а дом и ныне там. 14 семей ежедневно подвергают свою жизнь риску. Кто имел финансовую возможность съехать на съемное жилье, уже ей воспользовались. Кто не смог, попали в бюрократическую ловушку. Программа по переселению из ветхого и аварийного жилья в Касимове на первый взгляд ведется хорошо. На Сиверке появились сотни новых жильцов, получившие заветные квадратные метры в новых домах этого микрорайона. Но радость оказалась преждевременной. Как говорят жители аварийного дома, многие знакомые, переехавшие туда из домов, попавших в программу, расстроены новосельем. Вместо индивидуального отопления их посадили на иглу муниципального. Многих выселяли по решению суда. Нам Елена Константиновна, мне вот лично Филиппов говорила, а почему на Сиверку? Я задавал ей такой вопрос. У нас, говорит, строится и не только на Сиверке. Мы бы, конечно, мы живем в центре, мы хотели бы здесь вот поблизости где-то тоже, чтобы нас переселили. Почему всех на Сиверку? Телекомпания Касимов ТВ постарается оперативно информировать население о всех нюансах работы новой программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Массовое ДТП произошло в воскресенье в Рязанской области. Один человек погиб, еще двое получили травмы. Сейчас они находятся в больнице. Подробности далее. В смертельное лобовое столкновение близ села Заборья произошла крупная авария с участием пяти автомобилей. На пульт сотрудников МЧС сигнал тревоги поступил 8 октября в 12 часов 15 минут. На место сразу выехали скорая помощь и сотрудники полиции. Житель Курской области, управляя автомобилем Ауди, по предварительной информации, не справился с управлением своего авто и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Нива, Тойота, Фольксваген и Мерседес. От удара автомобиль Нива загорелся. Его пассажиры успели выбраться наружу и отделались легким испугом. А вот Фольксваген, который тормозил водитель Ауди, сейчас узнать сложно. Его передняя часть, капот и передние двери полностью расплющены. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Фольксваген от полученных травм скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Ехавшие с ним женщина и семилетний ребенок с травмами были доставлены в больницу. Медицинской помощи понадобилась также водителю автомобиля Ауди. Расследованием всех обстоятельств трагедии занимается Следственный комитет Рязанской области. В ближайшее время им предстоит назвать причины аварии и установить виновных. Водителю Ауди может грозить уголовное наказание. Во вторник, 10 октября, в центре Рязани ограничат движение по одной из улиц. Об этом сообщили на сайте администрации города. Речь идет об улице Некрасова, где планируется ремонт подземного кабеля электропередачи. Из-за этого с 9 до 17.00 ограничат движение транспорта в районе пересечения улиц Некрасова и Почтовой. На время работ на дороге установят предупреждающие знаки. Место ремонта будет ограждено. В минувшую пятницу, 6 октября, суд вынес приговор 43-летнему педофилу. Житель Кораблинского района, как выяснило следствие, и суд в течение нескольких лет издевался над собственной племянницей. Выяснилась чудовищная реальность случайно. Преступник решил совратить соседскую девочку. В следствии мы судом установлено, что с августа 2010 года до октября 2015 года в течение пяти лет 43-летний мужчина, достоверно знавший о несовершеннолетнем возрасте племянницы, периодически совершал в отношении нее иные действия сексуального характера. Кроме того, в один из дней октября 2016 года преступник, находясь во дворе своего дома, под предлогом показа котят, привел семилетнюю соседскую девочку к сараю, где также совершил в отношении ребенка иные действия сексуального характера. Совершенные преступления против половой неприкосновенности девочек мужчина снимал на видео. И вот он ее, значит, приглашил посмотреть котят, ну это стандартная ситуация для педофила. Ну и, так скажем, трогал там, где не надо ее в итоге. И девочка это рассказала своей маме, когда приехали в Рязань, о том, что вот дядя так со мной поступал. Ну, мать, соответственно, обратилась с заявлением в полицию. При этом в течение долгого времени племянница мужчины молчала о том, что происходит. Ну, во-первых, он ее задавил морально, так скажем. Ситуация такая. Он начал с малого. Он, во-первых, был вхож в семью, потому что к нему относились с уважением. А сама по себе девочка по характеру, она, в принципе, экспертиза подтвердила, что этот ребенок очень скрытный, эмоционально подвержен постороннему влиянию. Собранные Кораблинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Паризанской области и представленные государственным обвинителем в ходе судебного заседания доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее неоднократно судимому 43-летнему жителю Кораблинского района. Он признан виновным в совершении двух преступлений. Суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязанской области завершают уборку картофеля в промышленных масштабах. На сегодня с полей сельхозпредприятий и фермерских хозяйств собрали уже 90% планируемого урожая. А это около 40 тысяч тонн корнеплодов. В поселке в Спасском районе картофель собирают по передовым технологиям. Да и техника здесь самая современная. На этой ферме результаты фантастические. Современный подход на обработку и возделывание почвы и передовая технология. Залог высокого урожая, какая бы погода летом ни была. Таких картофельных ферм в стране единицы. Машины проходят сразу 4 ряда и каждые 10 минут набирают в бункер по 8 тонн картофеля. Хороший урожай, хороший, хороший. Картошка крупная, чистая, не больная, нормальная. Здесь же картофель сортируется и очищается от земли. Весь процесс – это технология. Только брак отбирают сотрудники. Затем картофель поступает в огромный цех. Место, где овощи сортируют, моют и расфасовывают. В зависимости от предпочтений конкретной торговой сети. Понятно, что уборочная компания – это только половина пуси. Ведь картофель с поля поступает сюда, на расфасовку. А затем, возможно, окажется на вашем столе в виде вашего любимого блюда. Крупные торговые сети заключают договоры с рязанскими хозяйствами. Именно потому, что агрария обеспечивает предпродажную подготовку. Процесс сортировки начинается с того, что откидываются первичные какие-то элементы. Грязь, ба-2, мусор. То, что и идет в зерк. Это связано с тем, что у каждого покупателя есть конкретные запросы. То есть, какой-то интересует картофель с калибром до 40, а какой-то от 40, больше 40, меньше 40. Это все направлено на удовлетворение потребностей наших покупателей. Сохранить клуб не до весны – основная проблема всех хозяйств. Здесь такой сложности не возникает. Несколько оборудованных складских помещений в автоматическом режиме поддерживают температуру 0,2 градуса, что позволяет обеспечить высокую сохранность продукции и поставлять ее на рынок в хорошем качестве. Сейчас на рынок массово поступает новый урожай. И покупатели дефицит картофеля не ощутят. Регион в этом году полностью обеспечил себя вторым хлебом. Вопрос, что будет в феврале-марте. Ведь аграрии смогут сохранить далеко не весь объем, что требует рынок. Запасаться самым популярным российским овощем в самое время. Уборка картофеля в хозяйствах региона вот-вот подойдет к завершению. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В десятки лидеров, но гордиться, к сожалению, нечем. Рязань признана одним из самых грязных городов России. Таковы данные исследования, проведенного ресурсом «Домофонд». В сравнении с прошлым годом Рязань опустилась на пять строчек в рейтинге, но показатели по-прежнему не на высоте. Мы решили узнать, у рязанцев считают ли они грязным свой город и что, по их мнению, нужно делать для того, чтобы изменить ситуацию. Как вы считаете, чистый ли у нас город или грязный? В каких-то местах очень чистый, где нет дворников, конечно, грязный у нас. Но в центре города, на площадях у нас чисто, нормальный, хороший город. Ну, не очень чисто, я бы сказала. Я хотел бы, чтобы мой город стал таким же чистым, как и Минск, которым я недавно был. Ну, нам есть с чем сравнить, поэтому ваш город, конечно, чистый, я считаю. А вы откуда? Мы из Касимова. В центре у нас, типа, чисто, хорошо, а на окраине во двор зайдите, что будет. А в чем проблема, как думаете, как с этим бороться? В чем проблема? Вот ты идешь из троллейбуса, например, получил билетик. Вот сюда вот водите, нигде нет урны, во-первых. Ешь мороженое ребенок, да? Ну, куда ты положишь? Некуда не положить. Идешь, квартал, два, несешь эту бумажку, фантик. Вот, урны сделали пластмассовые, они все сгорают. А сейчас новому губернатору необходимо разогнать, значит, управление неблагоустройства и беспорядка, которые у нас в городе Рязани, значит, очень успешно действуют в разных областях. Найти настоящих специалистов, которые оказались неуделы. В прошедшую субботу в Рязани состоялась одна из самых неординарных гонок – Кинзадза. Участники со всей России на своих внедорожниках и квадроциклах перебирались по болоту, уходили с головой в грязь, одновременно с этим боролись за первые позиции в гонке. Многие машины выходили из строя, так на одной Ниве к середине состязания осталось лишь одно работающее колесо. Остальные три вышли из строя. Итак, ребят, что у вас случилось? Как вы перебираетесь? Ну, мы сначала ехали, все нормально. Машина сырая, скажем так. Вторую гонку приезжает. Есть небольшие недоработки, будем устранять. Сломались. Три полуощи. Все? Все. Едем, у меня свой есть. Едем на одном передке, на одном колесе. Лебедкой подтягиваете, да? Лебедкой, всю дорогу едем. Лебедку уже второй километр. На сколько хватает одного колеса? На одном колесе едем. Где не хватает, там лебедка подтягивается. Эта Нива вышла из строя, и команда добирается до лагеря по деревьям, подтягивая автомобиль на лебедке. Дальше участвовать в гонке ребята смысла не видят. Ведь каждая из команд должна здесь превзойти саму себя. Правила гонки просты. В 10 утра стартуют все заявленные участники. Заезды делятся по классам, которые уходят на маршрут с разницей в 2 минуты. Первыми стартуют квадроциклы, затем самые заряженные автомобили и дальше в порядке убывания по уровню подготовленности автомобиля к заезду. Сюда можно приехать даже на своем обычном авто. Каждый участник борется за лидерство в своем классе. Команды с помощью навигаторов и своей ловкости должны собрать максимальное количество точек, координаты которых были выданы им на старте. Найдя маленькую табличку с номером, участники должны подъехать на своем техническом средстве как можно ближе к этой точке, чтобы сделать фото, подтверждающее их успех. Однако сложность состоит в том, что автомобиль или квадроцикл нужно поставить максимально близко к табличке. Поскольку по правилам гонки участнику необходимо на фото одновременно касаться руками таблички и своего боевого коня. На самом деле, по словам организаторов, подъезд к любой точке возможен. Все таблички были поставлены опытным путем. Пытаетесь ли вы сами проехать к этим табличкам изначально, чтобы их поставить или вы на обум их ставите? Нет, конечно. Подготовка занимает порядка где-то месяца. То есть ребята ездят, сами проезжают все эти точки, сами их ставят, развешивают. Потому что если не будет подъезда на машине организатора, ну это нечестно. Еще одним этапом гонки становится спецучасток, круг, полный непредсказуемых ям, грязи, поворотов и кустарников. За его прохождение каждому участнику дается 5 баллов. Командам остается выбирать, идти на этот шаг или нет. Зацепиться лебедкой здесь практически не за что. Проехать самому почти невозможно. Поэтому участники достают якоря. Огромные железные конструкции, которые втыкают в землю и уже к ним цепляют лебедку. Так потихоньку и проходят данный участок. Грязь на зрителей и журналистов летит со всех сторон. Я знаю, что вы один из организаторов, но вы мне сказали, что вы боитесь грязи или она вам не нравится? Не люблю грязь, не люблю. Когда-то в свое время участвовал в стандартном классе. Потом получилось так, что пришлось заняться организацией. Вот уже на протяжении 5 лет я только занимаюсь организацией. Вот. За что ее любить, скажу тебе? Ааа, у меня прям грязь в волосах. В итоге в этой гонке победу одерживают те, кто в своем классе набирает максимальное количество пройденных точек. Плюсом является прохождение спецучастка, а также доставка на место финиша жидкости определенного цвета, которую можно найти на специальной точке, также имеющей свои координаты. Зрители в этом экшене задействованы на 100%. Большинство из них надевают специальную экипировку, чтобы комфортно перебираться с точки на точку и увидеть, как разворачиваются события на болоте, в луже, в лесу. Их автомобили также часто застревают. Но в том-то и суть, что в этот день здесь застрявшая техника никого не пугает. Зрители видят в этом смысл гонки. Именно по этой причине она является такой зрелищной. Суть в том, что в принципе в большинстве своем они здесь застревают и это интригует, да? В этом вся суть, да. То есть вы можете посмотреть и сами увидеть все. Если они проезжают его быстро и не стрянут, это неинтересно. Самое главное, что участники получают удовольствие от гонки киндзадза. Адреналин у них зашкаливает. А ситуация, которая выглядит со стороны из ряда вон выходящей, для них является вполне штатной. С каждым годом география участников расширяется. В этот раз здесь появилось как минимум 10 новых человек. Всего же в этом событии приняло участие более 70 автомобильных экипажей и 10 квадроциклов. Стоит сказать, что в подобных мероприятиях приятно не только участвовать, но и посещать их. В день гонки все присутствующие полностью отключились от бытовых дел и серьезных размышлений. На гонке киндзадза произошла полная перезагрузка, в которой поучаствовали Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». С 28 сентября по 1 октября на Мальте проходили международный семинар, всемирная конференция и Кубок мира карате КВФ. На мероприятие приехало около 800 участников из более чем 30 стран. Команда России была представлена 36 спортсменами. Среди них – сестры Старцевы, которые, как всегда, привезли на родину награды. Одна золотая и две серебряные медали – таков улов Вероники и Виктории Старцевых на Кубке мира по карате КВФ. Совсем недавно девочки вернулись с Мальты, где не только соревновались, но и принимали участие в обучающих семинарах, впитывая новую и, безусловно, полезную для спортсменов всех стилей карате информацию. У нас был семинар, три дня он проходил, вот, и нам показывали, то есть мы делали карто, и, то есть мы блок делаем вперед, а нам показывали, что нужно отходить назад, вот, и в этом заключалась вся задача. Потом был семинар, и судьи обсуждали, как мы будем делать. Так как показывали на семинаре, и наш президент нашей федерации сказал то, что делать надо так, как мы делали до этого. Несмотря на то, что в соревнованиях подобного уровня Ника и Вика принимают участие несколько раз за год, элемент волнения все равно присутствует, признаются девчонки. Однако каждая поездка – это не только повышение квалификации и высокие награды, но и масса впечатлений от различных городов и стран. Так, в этот раз сестры побывали на Мальте, а на обратном пути заехали в Париж. Там есть автобусы такие двухэтажные, красненькие, вот, и мы на них ездили, вот, и смотрели достопримечательности. Ноттердам де Пари, Ефелевую башню, Елисейские поля и Лувр. И тем не менее, главное в их путешествиях – соревновательная составляющая. За 10 лет, которые сестры занимаются каратэ, первых, вторых, третьих мест, а, соответственно, и медалей разных достоинств было немало. Однако, несмотря на такие успехи, девочки считают, что им есть куда стремиться и расти. Есть, конечно, куда расти, потому что нужно делать и стремиться делать высшие каты. Мне очень хочется делать эти каты в финале, но сейчас пока не особо получается. Все-таки хочется быть полностью чемпионкой, а не наполовину чемпионкой, наполовину призеркой. Не в характере сестер останавливаться на достигнутом, а значит, впереди их ждут новые победы, медали и кубки. Теперь на очереди соревнования в Чехии в ноябре этого года, о результатах которых мы наверняка узнаем первыми. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В минувшие выходные состоялось открытие нового автосалона «Фёст Авто», в котором любой желающий сможет приобрести себе автомобиль марки «Лифан». Мероприятие прошло в традиционном китайском стиле. На нем побывал Валерий Седов. 7 октября в Рязани состоялось открытие нового дилерского центра «Фёст Авто» по продаже автомобиля «Лифан». Бренд уже снискал популярность среди покупателей всей страны, поэтому событие было поясине уникальным. До этого дня машин марки «Майвай» в Рязань не экспортировал ни один автосалон. Мы убеждены в том, что бренд «Лифан» со своими хорошими автомобилями, со своими новинками, те, которые мы сегодня представим, официально займет достойное место на авторынке города и всего региона. Автосалон построен в соответствии с современными стандартами. В салоне «Фёст Авто» самые новейшие технологии и подход в обслуживании покупателей. Здесь работают очень профессиональные люди, которые готовы обеспечить самый высокий уровень обслуживания. И, собственно говоря, я надеюсь, что клиенты будут довольны и будут приходить сюда с радостью и рекомендовать этот дилерский центр своим друзьям. Один из самых простых и одновременно важных моментов – это передача сертификата дилера автосалону «Фёст Авто». С этого момента любой посетитель сможет выбрать здесь качественный автомобиль по доступной цене. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.tv. Ну а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда «Центр поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района», реализованный в кратчайшие сроки при поддержке Министерства строительства Рязанской области. Он открывает новый формат продаж на первичном рынке недвижимости Рязани, приобретение готового жилья, сводя риски покупателей к нулю. Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир, Качество и экологичность стройматериалов, высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым конкурентным преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни работают льготные ипотечные программы ведущих банков. Беспроцентная рассрочка платежа – зачет имеющегося жилья. До конца октября действует акция «Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже». Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково ждет своих новоселов. Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь. Телефон отдела продаж застройщика 997722. Глобал сервис. Деньги под залог и скупка золота, техники, инструмента, велосипедов. Помогаем деньгами быстро и без лишних вопросов. Глобал сервис. 55 90 50. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова